Приветствую вас. В какой-то степени вы себя уже уничтожили. Да, я знаю, вам это не понравилось, скорее всего. То, что я скажу, но вы себя уже уничтожили. Может быть не полностью, но уничтожили. Вы по факту оказались в треугольнике Гартмана, треугольнике созависимых отношений, в котором, точнее, вы являетесь жертвой. Но не только вы являетесь жертвой, но и псих находится в этом треугольнике. А это жена мужчины, сам мужчина и, к сожалению, его дочь. Почему мужчина не может решить? Потому что у него нет мотива решить. Это первое. Второе. Потому что, скорее всего, ни твою жену, ни вас мужчины не любят. Видите ли, как по... Когда встает вопрос о том, чтобы уходить от жены или от мужа, вообще от своего супруга. То этот вопрос, он никак не связан с тем, к кому уходить. Да? И если человек уходит к кому-то, от кого-то, то он, как правило, уходит добирать. Просто уходит добирать. Он уходит добирать то, что... то, чего ему не хватает. К сожалению. К сожалению. И, как правило, когда человек насытится тем, что ему не хватает, у того, к кому он ушел, его будет тянуть обратно. Потому что с тем, что у него было до того, как он встретил того, кто мог дать ему недостающие, вот то, что было до этого. Ему это нравилось, его это устраивало, он этого хотел и так далее. И вот это самая главная опасность ухода от кого-то к кому-то. Да, не факт, что это произойдет именно с вами. Да, случаи, когда люди уходят к кому-то, остаются с новыми партнерами и живут дальше, есть. Но это скорее случайность и это скорее исключение. Как правило, особенно если люди сразу не уходят от своих супругов, они уже от них не уйдут. Как и не уйдет ваш мужчина. Не уйдет сразу, не уйдет никогда. Понимаете, когда человек решает либо ты, либо ты, вот это то, чего вы на нем не понимаете. Когда человек решает между тобой или тобой, да, то есть вот как мужчина решает между вами и своей женой. По факту он не выбирает никого. Потому что человек не осознает своей проблемы, то есть проблема у него. У него, например, есть чувство вины перед дочерью. У него, например, есть ошибочная установка для того, чтобы дочь была счастлива находиться рядом с ней. И, наконец, человек использует, вероятно, неосознанно свою дочь для того, чтобы оправдывать, ну, свою пассивность, скажем так. То есть, ну, пассивность, такое поведение, да, пассивность. Вот. И получается, что даже если он выберет вас, даже если он выберет вас, то он выберет вас между кем-то, а не выберет просто вас. Потому что он зависит. И вот этот выбор между кем-то, это выбор скачущий, это выбор не конечный, не личностный, не ценностный, не чувственный. Это выбор компенсационный. И поэтому вы можете оказаться в позиции жены, как жена сейчас оказывается вот в такой вот, ну, наверное, не очень хорошей позиции, когда ее хотят бросить. Условно говоря, мужчина не хочет решать тот кризис, который произошел у него с женой, не хочет исследовать свой вклад, свою субъективную сторону в этом кризисе, а хочет просто быть с вами, чтобы быть счастливым. Так, к сожалению, не бывает. Потому что если человек обесценивает свой выбор, а он обесценивает выбор жены, он обесценит и другой свой выбор, выбор быть с вами. Поэтому я боюсь, что вы себя уже уничтожили, правда, частично. Косвенно ситуация свидетельствует о том, что у мужчины нет мотивации, что-то менять. То есть, ну, зачем мужчине выбирать, если, в принципе, он чувствует, что и вы, и его жена, да, ну, в принципе, и вы готовы ждать. То есть, как бы, ну, объективно. То есть, ну, вы и его жена готовы ждать. То есть, как бы, да, вы там что-то говорите по поводу того, что это неприемлемо, что я боюсь, что я назову себя как личность, что я не готова быть, там, девушкой второго плана. Со многими ограничениями и так далее. Я вам верю. Я верю, что вы так думаете. Но мой опыт, мой опыт, он говорит немножко о другом. Знаете, о чем дело. Мой опыт, например, говорит о том, что вы уже допустили это. И выйти из того, что вы допустили. Ну, будет непросто. Потому что вы это уже допустили. Потому что вы уже решили быть женатым мужчиной. Естественно, вы можете сказать, спросить, как быть в этой ситуации, когда до встречи с человеком ты не осознавал, не отдавал отсчет в том, что, ну, грубо говоря, ты не любишь, например, своего супруга. А встретив другого человека, он понял, что супруга любишь. Что влюбился с того, кого встретил, а супруга оказывается не любишь. Что делать тогда? Можете спросить вы. И в принципе, в принципе, вы будете правы в своем вопросе. В том смысле, что вопрос, это вопрос справедливый. И я вам постараюсь на него ответить. Я постараюсь ответить на этот вопрос. А дело в том, что в таком случае, человеку необходимо признать, что его отношения с партнером, мягко говоря, не совсем те, какими же их представления представляют. И вначале человеку нужно разобраться со своими отношениями в семье. Да? Потом, вероятно, с семьей расстаться, расстаться с своим партнером. Не с детьми. С партнером. С детьми можно и нужно продолжать общаться дальше. Расстаться. Побыть. Какое-то время. На расстоянии от этих людей, от партнеров, например, с детьми, при этом нужно сохранять общение, безусловно. И посмотреть, что по итогу покажет время. То есть, что по итогу человек будет чувствовать. Чувствовать, например, к своей супруге. К своему супругу. Да? Вот. И если будет понимание, что, извините, чувства ушли. Вот. Если такое понимание будет, будет, будет. Что-то. Что-то. Ну чтож. В таком случае. Я полагаю, в таком случае. Ну. Очевидно, что нужно расставаться. Ну, очевидно, что расставаться пора. Пора. И что? И люди расстаются. Понимаете? Семь штук. Семь штук. И люди расстаются. И люди освобождают свой путь. Усилила новых отношений. А. А. Важный мужчина. Мягко говоря. Так не поступал. Он так не поступал. А это значит, что человек действительно устраивает эмоциональный кошел. Почему? Либо. это. Это. Довольно хороший манипулятор. И он просто манипулирует. Манипулирует. людьми, которые к нему, там, условно говоря, неравнодышит. Либо человек правда не знает, чего он хочет. Он находится в каком-то отрыве от своих эмоций. В каком-то отрыве от своих, ну, от своих чувств, от своих желаний и так далее и так далее. И здесь ещё вопрос ваш. Будете ли, хотите ли вы его ждать или нет. На самом деле, вопрос здесь даже не такой. Если вас просить, хотите ли вы ждать женатого мужчину, пока он там, рассчит, будет ли он с вами или нет, вы, конечно, увидите, что нет, не хочу. Но, тем не менее, что важнее, вы его всё-таки ждёте. По факту, сейчас вы его ждёте. Ваш вопрос, где вы пытаетесь понять, а вот почему он так поступает, это и есть подтверждение того, что вы фактически ждёте. Если вы можете, если вы можете позволить себе мужчину ждать, это единственная та проблема, которую нам с вами нужно решать. Проблема следующего плана. Почему я могу позволить себе ждать женатого мужчину? Почему я допускаю позицию, когда я не единственная в жизни человека? Вот, что вам нужно решать. Потому что это проблема и с самооценкой, хотя, вероятно, вы со мной не согласитесь, но, как правило, это так. Это страх одиночества. Это неуверенность в себе. Это, к сожалению, тяготение к людям старше вас достаточно сильно, в данном случае мужчины старше вас на 10 лет, это, как бы, ну, достаточно большая разница в возрасте, что, как бы, вполне может, ну, свидетельствовать о том, как бы, что, ну, мужчине вы можете видеть отца. И если вы видите обнимацию, то, ну, соответственно, это нужно корректировать, потому что вы себя в данном случае ведете как ребенок, который пытается, вот, вот вы, условно говоря, словили такой вот своего рода импринт, да, то есть вот вы запечатлели образ, как бы, папа, например. Или, ну, просто отцовский образ не обязательно образ. Папа бросает отцовский образ. Образ отца. Такой вот, идеальный, собирательный. Вот. И вы хотите, чтобы этот мужчина был ваш, был Франт. Вот. То есть у вас, очевидцев, очевидцев к человеку какие. Вы-то его готовы принять таким, как у них, Фран, вы, вы, вы готовы принять его, что вот он такой или нет? Собственно, на что вам нужно обратить свое внимание. Очень, это очень, ну, это очень важный момент. Вот. Понимаете? Если готовы, хорошо, если вы принимаете его, но очевидно, что вы его не принимаете. Как бы, ну, человек, вот очевидно, что, эээ, что человек вы не принимаете, не, не принимает. Таким, таким, эээ, вот какой он, ну, какой он есть. И возникает, ну, соответственно, вопрос тогда, а зачем вы с этим человеком, да? И какое у вас к нему чувство? Вот. Так что, извините, но не все здесь так однозначно. Эээ, ну, как может показаться на первый взгляд. И то, что вы спрашиваете нас о том, эээ, например, почему мужчинам что-то там не делают, это, я бы сказал, тоже весьма тревожная тревожная звоночка, а потому что вы пытаетесь понять другого человека, и не себя, а другого. А это, большая, большая разность. Другого человека понять невозможно в себе разобраться, реально. И, эээ, для большинства решений не нужно знать, эээ, мотивов и причин, поступков другого, другого. Достаточно понимать, что хотим мы. Вот, мне кажется, что у вас есть вот эти вот сложные системы, эээ, чего я хочу, что мне нужно. То есть, эээ, чего я не хочу, вы вроде бы, ну, озвучили, девушкой, да, вот, я, я не хочу там быть, там, ну, эээ, девочкой, вот, как вы сказали, второго плана. Но, по сути, вы уже девушку второго плана, вот, а она здесь противоречия. Я, девушкой, второго плана быть не хочу, но, по факту, я ей являю. Вот. А являюсь я ей почему, например, да, например. Не потому ли, что у меня в глубине души, там, кажется, что я должна, там, мужчину завоевать, например, ну, например, вот, просто как, как, как предположение. Вот. Так что, об этом вам я рекомендовал бы подумать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам в полиции. Эээ, я, я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Удачи! 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 Продолжение следует...